да начинаем свершилось дорогая грета паб явно не место для экоактивистки процессе брожения ингредиенты пива и сидра выделяют углекислый газ который по твоему собственному утверждению убивает планету так что лучше грызи галлюциногенные грибы хотя с этим у тебя судя по выступлениям и так все в порядке что меня так смешит не могу понять как говорится сменяемость власти нет не слышали а как вам такое л педофор вам брениадис однако сомнительно что на этом аппетит самозваного православного папы иссякнет здравствуйте уважаемые зрители в эфире международная панорама и я даниил богатырев свершилось за час до нового года в 23.00 по гринвичу великобритания официально покинула европейский союз переходный период закончился и в силу вступили новые правила экономических отношений между лондоном и брюсселем напомним соединенное королевство официально вышло из ес 31 января 2020 года через три с половиной года после референдума о брекзите однако на протяжении 11 месяцев все оставалось по-прежнему пока велись переговоры о будущих экономических отношениях соглашение было достигнуто накануне рождества 24 декабря британский парламент проголосовал за его утверждение через пять дней по новым правилам британские производители по-прежнему будут иметь беспошлиный доступ к внутреннему европейскому рынку однако теперь им придется предъявить на границе дополнительные таможенные документы не вполне понятно какими именно будут отношения с ес британского банковского сектора и сектора финансовых услуг доходы от которых составляют львиную долю бюджета страны британии также удалось достичь соглашения с испанией о том что ее граница с гибралтаром останется открытой хотя его еще придется формально внести в общее соглашение с ес о чем напомнил главный министр гибралтара фабиан пикардо для тех кто не в курсе напомним что гибралтар контролируется британцами и там стоит британский военный гарнизон несмотря на то что данная территория расположена вдали от британии на юге испании борис джонсон сыгравший одну из важнейших ролей в компании за выход из евросоюза остав премьером этот выход осуществивший сказал что теперь страна получила свободу вести дела по другому и возможно лучше чем это делают наши друзья из ес статья для газеты daily telegraph он добавил что комбинация соглашения по брекзиту и одобрение созданной в оксфордском университете вакцины от коронавируса цитата создает трамплин который поможет британии вернуться на прежние позиции вообще возврат на прежние позиции может быть назван основной целью во внешней и внутренней политике консервативных сил находящихся при власти в британии в предыдущих передачах мы уже упоминали о том что британские власти стремятся вернуть свое влияние в те регионы земного шара где оно некогда было сильно включая турцию ближний восток и даже индию как станет понятно дальше в погоне за возвратом статуса геополитического субъекта после выхода из ес лондон рискует потерять даже некоторые из тех скромных территорий контроль над которыми ему удалось сохранить после второй мировой но обо всем по порядку в европе после завершения брекзита доминируют минорное настроение так президент франции эммануэль макрон хотя и сказал что британия остается другом и союзником но добавил что решение выйти из ес было результатом европейского недомогания имеется ввиду кризис еврозоны и наплыв беженцев вранья и лживых обещаний как сообщила глава европейского отдела новостей bbc катя адлер в брюсселе с одной стороны рады что брекзит как процесс завершён а с другой грустят что он вообще произошел общее мнение однако что и ес и британия после расставания станут слабее а теперь собственно анонсированная новость о вероятных территориальных потерях великобритании после брекзита первого января первый министр шотландии никола стержин пообещала в ближайшем будущем вернуть регион в состав евросоюза европа шотландия скоро вернется не выключай свет написала она в twitter сопроводив сообщение изображением подсветки здания европе комиссии в знак солидарности шотландии после решения британских властей выйти из состава евросоюза шотландии активизировались сепаратистские настроения по данным сми более половины жителей региона поддерживают его выход из соединенного королевства и возвращение в ес кроме того стержин в недавнем интервью рассказала о намерении провести второй референдум о независимости шотландии по ее словам он может пройти уже в 2021 году напомним предыдущий такой референдум состоялся в шотландии в 2014 году оппозиции шотландских властей весьма красноречиво свидетельствует заявление с призывом не выражать поддержки заключенному с ес экономическому соглашению о брекзите опубликованное 29 декабря на сайте правительства шотландии цитата правительство шотландии не может рекомендовать дать согласие на неадекватную и разрушительную сделку правительства великобритании по брекситу с ес заявила первый министр никола стержин меморандум о законодательном согласовании поданный в парламент шотландии признает что народ шотландии никогда не поддерживал брекзит и говорит что закон о будущих отношениях с ес не защищает интересы шотландии и великобритании видим шотландское руководство прямо угрожает лондону повторным референдумом и сепаратизмом и хотя подобные угрозы в столице британии привыкли воспринимать как обычные попытки руководства региона выторговать себе экономические преференции на сей раз дела могут обстоять куда серьезнее так в американской прессе в преддверии вступления в должность нового президента уже стали появляться статьи предельно комплементарные в отношении шотландских сепаратистов вот например что пишет издание политику цитата идея независимости шотландии никогда не было связано с сепаратизмом напротив речь идет о праве людей решать какая форма правления лучше всего соответствует их потребностям это право никогда не было более важным учитывая угрозу которую брекзит представляет для интернационалистов приветствующих европейский дух которого придерживается так много людей в шотландии слишком долго сменяющие друг друга правительства великобритании вели шотландию в неправильном направлении что привело к брекзиту и принятию законодательства которое угрожало нарушением международного права и все еще подрывает полномочия шотландского парламента неудивительно что так много людей в шотландии устали статьи одного из ведущих американских политических изданий прямо говорится что независимость шотландии это не о сепаратизме фактически так идея распада великобритании вносится в умы интересующихся политикой граждан сша и становится рукопожатной а все почему да потому что не заинтересованы в штатах возврате британии на мировую шахматную доску в качестве сильного игрока что же до реакции лондона на сепаратистские демарши шотландского руководства похоже что британские консерваторы пока предпочитают замалчивать проблему не особо о ней распространяясь так выступая в программе журналиста bbc эндрю мара премьер борис джонсон заявил цитата референдумы по моему опыту в этой стране не особо веселые мероприятия у них нет особой силы объединяющий страну в национальных настроениях они должны проводиться только раз в поколении таким образом по мнению джонсона если прошлый референдум о независимости шотландии был в 2014 году то следующий можно проводить примерно через 25 лет выше мы уже упоминали что шотландские власти придерживаются иного мнения и нежелание лондона уладить это противоречие в ближайшем будущем может привести к плачевным последствиям для британии особенно учитывая тот факт что в сша уже начали разгоняться про шотландские настроения призванные сбить восстанавливающую былую мощь великобританию на взлете о том существует ли реальная перспектива отделения шотландии от великобритании поговорим с политологом-международником юлии осмоловской здравствуйте здравствуйте собственно все мы слышали заявление николы стерджин о перспективе отделение шотландии от великобритании возможности ее возврата в евросоюз слышали ответы бориса джонсона на это но о том что референдум один на поколение должен быть и так далее хочется у вас спросить насколько реальны намерения шотландского руководства получить независимость отделиться от британии вернуться в европейский союз может быть это все-таки в большей степени блеф для того чтобы выторговать себе какие-то преференции от лондона или же они действительно намерены последовательно проводить курс на сепаратизм я бы нет они воспринимала как их игру чтобы выторговать больше преференции потому что есть еще другие части объединенного королевства именно северная ирландия и уэльс которые глядя на условно успешные результаты торга шотландии с правительством в вестминстере могут тоже поднимать эти темы тем более северная ирландия вообще очень интересная ситуация поскольку мы не знаем как будут реализовываться сейчас этот договоренности в политической которые зафиксированы в соглашении о выходе британии из ес как будет фактически вот граница которая проходит по северному морю работать на то что северная ирландия будет чувствовать все-таки более органично быть частью самой ирландии поднимать потом этот вопрос поэтому для правительства джонсона и в принципе для любых правительств в эндсминстере будут это консерватор или лейпаристы этот вопрос достаточно чувствительный поэтому этот если мы говорим о том насколько шотландия может рассчитывать на какие-то такие размены и преференции центральное правительство не будет готово их давать чтобы другие не последовали этому примеру а может просто зальют деньгами я не думаю что сейчас учитывая ситуацию с к вид еще не понятно сколько их волн будет как будет подниматься экономика если бы даже не было брексита плюс есть еще экономический эффект от брексита здесь вообще очень интересная ситуация с экономикой потому что многие специалисты называют brexit это severity driven process то есть сам факт получить независимость любой ценой было для джонсона важнее чем экономические условия поэтому будет ли правительство британии иметь достаточно ресурсов чтобы залить деньгами как вы говорите шотландию на этом их успокоить я сомневаюсь тем более что есть очень серьезный политический сантимент в правительстве шотландии в настроениях шотландцев сейчас предпочтение к выходу шотландии из состава объединенного королевства уже около 60 процентов если там раньше было 55 на рекомендательном референдуме в четырнадцатом году в пользу того чтобы остаться в структуре объединенного королевства то сейчас 60 процентов приблизительно уже готовы выйти и действия британского правительства джонсона и по пандемии и по самому brexit то только усилили эти настроения тем более что если послушать непосредственно госпожу сарджан она достаточно идейная и последовательно отстаивала эту мысль о референдуме и повторном референдуме вы же сами слышите эту риторику и сами они говорили и есть еще ряд законодательных инициатив как это этот процесс можно организовать хотя объективно на сегодняшний день юридические возможности для такого референдума который будет иметь обязывающий характер и нести за собой последствия для судьбы всего объединенного королевства на сегодняшний день эти юридические возможности ограничены поэтому если мы говорим о реалистичности этого сценария на сегодняшний день он выглядит маловероятно скажем так при власти в британии на сегодняшний день находятся консерваторы и более того за последние годы по моему глубокому убеждению возможно вы с этим не согласны позиции консерваторов в британии усилились и усилились существенно это касается как того что британская элита вновь становится но скажем так она избавляется от чуждых вот этому вот пош как они говорят верхнему классу элементов было недавно произведено наибольшее количество лордов и пэров в верхнюю палату британского парламента то есть это конкретно там дворянские титулы раздаются и так далее происходит такое впечатление что восстановление старой доброй англии ну и на внешней внешней политической арене они также это впечатление пытаются создавать во всяком случае возможно у своего электората возможно действительно хотят вернуться в большую политическую игру это и турция это и ближний восток отчасти даже об индии заговорили хотя это на мой взгляд преувеличено пока что и вот как это согласуется с вопросом шотландии то есть не получится ли так что шотландия сейчас просто ну будем говорить нанесет удар в спину вот этому британскому возрождению во первых вопрос о британском возрождении это еще очень много знаков вопроса здесь поскольку если мы начнем с того чтобы позиции консерваторов укрепились это можно воспринимать как временное ощущение у всех окружающих сформированное прежде всего на том что борис джонсон принес какое-то соглашение о выходе новое торговое соглашение партнерстве и торговли с европейским союзом но здесь вопрос сути и содержание этого соглашения так как он его преподносил обществу было понятно что это в одном все аналитики сходятся что лучше это чем нулевой брексит потому что это была бы катастрофа но если смотреть дальше иллюзия или токсикоз если хотите вот от этого процесса брексита сейчас пройдет и люди начнут анализировать что же есть в содержании в содержании на самом деле вещи которые для британской экономики достаточно невыгодные и борис джонсон ему придется отвечать перед населением за то что же он там до договаривался и как это будет все реализовываться тем более что большинство людей рядовых британцев принципе не понимает что несет под собой вот это вот изменение новых правил вернее введение новых правил изменения существующего порядка а это будет тотальное изменение во всех сферах вот когда люди начнут это постигать на своей шкуре вот тогда борису джонсону придется отвечать за то что он подписал потом говорить о том что соглашение несовершенно и начнутся сантименты по поводу того что оно должно быть пересмотрено и аналитики прогнозируют что эти британия вошла сейчас череду таких перманентного переговорного процесса потому что через четыре года будут поднимать вопросы пересмотра этого соглашения так далее это как бы первый момент то есть эта иллюзия пройдет и позиции правительства джонсона будут не такие прочные как кажется сейчас тем более управление процессом эпидемии к вида здесь тоже вы знаете мы сейчас разговариваем очередное ужесточение пошло ограничительных мер но то как справляется британия с этими вызовами в принципе это не самый лучший вариант если кто-то хорошо знаком с национальной системой здравоохранения я принадлежу к таким людям потому что я жила в британии пользовалась ей свое время то в принципе естественно ожидать очень высокое количество смертей на сегодняшний день статистика британии там порядка 75 тысяч уже умерла от эпидемии комеда к вида это будет влиять не в пользу джонсона его правительство плюс смена лидера партии лейберистов если достаточно одиозный джереми корбин вызывал много вопросов его обвиняли там в лояльности к путину и его приверженности марксистским идеям и так далее то новый лидер он производит впечатление более адекватного человека и в принципе как раз предрекают что учитывая то что брексит был больше связан у джонсона команды джонсона это была идея фикс независимость любой ценой экономика и финансовые вопросы здесь были очень плохо проработаны и вот это как раз будет козырь партии лейберистов которые всегда выступали за более выгодные условия экономического взаимодействия финансового взаимодействия британии с европейским союзом взять это как один из приоритетов своей очередной выборной кампании на парламентских выборах и тут никто не знает чем это все может закончиться то есть позиции консерваторов я бы не воспринимала как сверх прочная потому что сейчас начнется практическая имплементация всего того о чем они людям успешно четыре с половиной года рассказывали что это будет лучшая самая выгодная жизнь для вас после того как мы выйдем из европейского союза ну действительно в ближайшие несколько лет их ждет так сказать серьезный экзамен но я единственное хочу добавить что когда я говорю о усилении позиции консерваторов я не подразумеваю исключительно правительство джонсона то есть собственно все английские элиты они как бы перестраиваются с вот этой вот про европейской или про евросоюзовской модели на какую-то более независимую и здесь у меня уже возникает вопрос а будет ли возможен реванш лейбористов в том виде в котором они существовали ну скажем до 2014 года скажем до референдума о брекзите то есть но это конечно мы посмотрим не можем загадывать наперед вот что касается экономики здесь с моей точки зрения наверное самый важный вопрос будет ли перенесен финансовый вот этот вот центр из ну европы старого света из лондона во франкфурт о чем много говорят в евросоюзе если не будет перенесен фактически британия легко отделается если будет там уже придется туго как вы считаете проблема в том что как раз вот это вот соглашение которое джонсон подписал о торговле и сотрудничестве она не решила вопрос финансовых услуг в пользу британии евросоюз предоставил достаточно ограниченные возможности либеральных коммерческих отношений в сфере финансовых услуг и это как раз приводит к тому что будет происходить этот вернее он уже давно начался будет еще больше вот этот ток капитала из лондонского сити в пользу франкфурта плюс нет возможности вести нормальный бизнес в условиях в режиме там нулевых тарифов или абсолютной зоны свободной торговли если производственном секторе если британских компаний нету филиалов в европе это тоже создают дополнительный демотивирующий фактор для притока иностранных инвестиций в британию то есть есть очень много вот этих моментов но хотела еще вот вернуться допустим к вопросу усиления позиции консерваторов как раз проблема и консерваторов до недавнего времени либеристов была в том что кризис персоналей кризис лидеров то есть борис джонсон на сегодняшний день он более менее там заметная фигура которая смогла пробиться так к власти хотя мы видим что его политика далеко не совершенно вот кстати по поводу очень важно поговорить по поводу новой британии в новом мире конечно бориса джонсона есть большие амбиции global britain это не только у джонсон он просто подхватил этот дискурс который начался еще в семнадцатом году когда было понятно что британия рано или поздно выйдет надо что-то будет думать и делать вот здесь есть проблема системная проблема формируется во взаимоотношениях с европейским союзом есть кризис доверия к джонсону как к политику учитывая то что он вспомнить его попытки там распустить парламент который было признан незаконным или переписать интерпретировать соглашение политической декларации что касалось северной ирландии применив там приоритет национального законодательства над международным договором в принципе вызвало у европейских партнеров очень сильное невосприятие джонсона он потерял в авторитете как фигура которая там которой можно доверять по амбициям британии вы правильно говорите да есть фокус у них так называемая система пять глаз или фай фай или еще они называют это канзак это канада австралия и новая зеландия это то что те страны плюс сша то что будет попадать сейчас фокусе в приоритете британии внешней политики и плюс региона азиатской тихоокеанской страны которые имеют демократические режимы не авторитарные страны это то на что британия сейчас нацелена и она видит себя конечно она видела себя всегда мало выигрывающей даже в системе политики внешней политики и политики обороны в рамках европейского союза она считала что у нее достаточно сильный и продолжает считать позиции как одной из ведущих стран нато как стороны постоянного члена совета безопасности он ядерная держава в общем то это то на чем она будет сейчас стремится развивать свою внешнеполитическую экспансию если хотите потому что вы правильно говорите британии сейчас основная задача найти свое место под солнцем в этом жестоком мире вот это то чем они сейчас будут заниматься кстати надо сказать что сейчас идет беспрецедентные за последние несколько десятилетий комплексный пересмотр стратегический пересмотр политика безопасности обороны внешней политики дипломатии ресурсов на развитие на внешнюю помощь то что должно завершиться в 2021 году тогда мы увидим как правительство джонсона по на по крайней мере видит себя или там свою страну блин на ближайшие 10 лет в мире как она будет развиваться стратегически благодарю вас за беседу в гостях в международной панорамы была политолог международник юлия осмоловской забавная новость этой недели 3 января экологической активистки грете тунберг известной своей истерикой в он во время выступления на тему глобального потепления исполнилось 18 лет но забавно конечно же не это а то как она попыталась высмеять своих недоброжелателей в итоге высмея в саму себя в твиттере грета написала цитата большое спасибо за все добрые пожелания в день моего 18-летия сегодня вечером вы найдете меня в местном пабе раскрывающую все темные секреты заговора о климатических и школьных забастовках и моих злых кураторах которые больше не могут меня контролировать наконец-то я свободна в ответ на это хотелось бы сказать несколько вещей прежде всего дорогая грета пап явно не место для экоактивистки в процессе брожения ингредиенты пива и сидра выделяют углекислый газ который по твоему собственному утверждению убивает планету так что лучше грызи галлюциногенные грибы хотя с этим у тебя судя по выступлениям и так все в порядке во вторых следует констатировать что теперь все добропорядочные граждане из разных стран не верившие в либеральную билиберду о глобальном потеплении и хором кричащие фак грета тунберг таки получили шанс осуществить свою мечту дождались как говорится ну и в третьих на сей раз уже серьезно конечно же таких персонажей как грета мировые финансовые элиты раскручивают не случайно а значит никакого освобождения достигнув совершеннолетия она не получила ее политическая карьера только начинается и масштабы вреда которые она нанесет миру пока сложно предсказать тем временем в сша близится судьбоносный день вероятно к моменту выхода этой передачи он уже начнется 6 января на совместном заседании обеих палат конгресса должны быть утверждены результаты голосования выборщиков за кандидатов президенты напомним большинство выборщиков 306 человек проголосовала за джо байдена согласно существующим правилам законодатели в конгрессе могут выступить против утверждения итогов голосования в том или ином штате возражение должно быть подано в письменной форме по меньшей мере одним членом палаты представителей и одним членом сената в случае подачи такого протеста заседание конгресса будет приостановлено чтобы обе палаты раздельно рассмотрели и провели голосование по данному вопросу если хотя бы одна из палат законодательного органа выскажется против протест не принимается эксперты отмечают что палата представителей где большинство принадлежит демократам проголосует против любой инициативы ставящей под сомнение победу демократа джозефа байдена таким образом голосование в конгрессе становится лишь формальностью но в стане действующего главы государства дональда трампа его считают едва ли не последним рубежом в деле борьбы против фальсификации прошедших выборов о своем намерении выступить против утверждения итогов голосования выборщиков конгрессом сша объявили в субботу 2 января 11 сенаторов республиканцев во главе с сенатором от штата техас тэдом крузом об этом сообщает издание the hill в свою очередь cnn пишет что не менее 140 членов палаты представителей от республиканской партии 6 января могут опротестовать результаты голосования коллегии выборщиков которые подтвердили победу на президентских выборах джо байдена учитывая то что в нижней палате демократы обладают большинством в 222 место изменить итог выборов это вряд ли поможет однако вышеуказанные новости свидетельствуют о том что трамп намерен как минимум сформировать в конгрессе жесткую и непримиримую оппозицию которая способна будет через два года принести его партии победу на промежуточных выборах причем консолидация трампов верных республиканцев не ограничивается готовностью к демаршам в обеих палатах конгресса так сторонники действующего американского президента планируют выйти на акцию протеста в вашингтоне 6 января трамп 1 января ретвитнул призыв своих симпатиков в котором говорится что они готовы сделать все необходимое чтобы гарантировать неприкосновенность выборов на благо страны как мы уже объяснили выше вряд ли условные трамписты в самом деле питают надежды побороть демократическую гидру в час когда все уже практически решено скорее дональд трамп готовит себе почву для того чтобы остаться в политике и после того как покинет президентское кресло в этом контексте интересные результаты свежего соцопроса проведенного компанией гэлоп в начале года она подвела итоги конкурса на титул самого уважаемого человека америки также проводились опросы про самых вдохновляющих женщин и мужчин страны и если в женской категории уже третий год подряд без сюрпризов лидирует мишель обама то среди мужчин результаты были неожиданными 12 лет подряд барак обама признавался самым уважаемым мужчиной америки но в этом году он проиграл на первое место вырвался дональд трамп действующего президента сша признали безальтернативным авторитетом 18 процентов опрошенных в то время как барак обама может считаться ориентиром только для 15 процентов американцев избранный президент джо байден занял третье место со скромным результатом в 6 процентов как по мне итоги этого соцопроса вместе с вышеописанными усилиями трампа по мобилизации своих сторонников конгрессии на улице это неплохая заявка на то чтобы остаться одним из ключевых политиков страны даже когда в белом доме будет править команда байдена кстати об этой команде только взгляните на нынешний список вашингтонских старцев не все из них демократы конечно но тем не менее и так избранный президент сша джо байден 78 лет временный президент сената сша чак грасли 87 лет спикер палаты представителей сша нэнси пелоси 80 лет специальный посланник президента сша по климату джон керри 77 лет министр сельского хозяйства том вилсак 70 лет посол сша вон линда томас гринфилд 69 лет министр жилищного строительства и городского развития марсия фадж 68 лет министр обороны лойт остин 67 лет секретарь казначейства джанет еллен 67 лет секретарь здравоохранения ксавье бессерра 62 года министр энергетики дженнифер гранхольм 61 год секретарь внутренней безопасности алехандро майоркас 61 год секретарь внутренних дел деп хааланд 60 лет напоминает список клиентов пенсионного фонда не правда ли нет я конечно могу поверить что для политика 60 лет не возраст да еще при современной медицине которой у элит сша в отличие от многих их граждан есть доступ но руководители страны в возрасте от 75 до почти 90 лет это уже явный перебор как говорится сменяемость власти нет не слышали о последних перипетиях поствыборной борьбы в соединенных штатах поговорим с директором института политических исследований новая украина святославом денисенко здравствуйте добрый день ну вот знаем что завтра буквально 6 числа будет голосование в конгрессе многие называют его формальным да скорее всего по раскладу сил так и произойдет за утверждение итогов голосования в коллегии выборщиков и соответственно это будет последняя такая легитимация джо байдена в качестве нового избранного президента соединенных штатов но тем не менее обращает на все себя внимание то что дональд трамп мобилизует всячески своих сторонников как в рядах республиканской партии в нижней палате верхней палате конгресса так и на улице а также по опросу недавнему проведенному гэллоп он был назван ну фактически самым авторитетным мужчиной соединенных штатов с показателем 18 процентов поддержавших его кандидатуру и обошел барака обаму вот у меня возникает такой вопрос сможет ли дональд трамп обеспечить этими действиями себе политическое будущее то есть сможет ли он остаться в политике на передовых ролях и возможно побороться через четыре года за пост президента сша давайте как разложим вопрос сразу на несколько составляющих по поводу собственно процедуры которая состоится 6 января я с вами совершенно согласен в той части что скорее всего чудо не произойдет она вероятнее все будет формально но фокус внимания я бы сместил на один день раньше 5 января почему это важно 5 января состоятся выборы в джорджии где в общем-то разыгрывается два две путевки в сенат здесь у республиканцев есть шансы во втором туре выборов получить оба кресла сенатские это крайне важная совершенно необходимая опция почему значит на сегодняшний день после выборов 3 ноября которые прошли до одновременно значит до выбора в сенат конгресс и выборы президента сша изменилась конфигурация в сенате демократы получили на одно кресло больше значит теперь от 50 республиканцев на 46 демократов плюс 2 независимых которые ближе к демократам собственно можно считать 48 демократов вот эти два так сказать две сенатские должности которые 5 января будут разыграны или проголосованы в джорджии имеют ключевое значение для контроля над политической системой ну условно говоря на ближайшие там несколько лет два года как минимум да почему если демократы получат два портфеля сенатских соответственно соотношение станет 50 на 50 и решающий голос будет у вице-президента камалы харрис то есть в случае если паритет голосов соответственно председательствующий вице-президент соединенных штатов может голосовать отдавать свой голос и собственно он будет решающим вот с другой стороны если демократы республиканцы получат как минимум еще одно сенатское кресло то многие инициативы байдена в том числе и даже назначение на руководящие позиции советников министров не могут блокироваться как собственно и многие так сказать налоговые инициативы с которыми шел байден поэтому выборы джорджии ключевые когда стало ясно что какое соотношение сил во многом трамп был вынужден продолжать свою кампанию и продолжать бороться для того чтобы не допустить демобилизации сторонник почему штат джорджия стал одним из ключевых с точки зрения оспаривания результатов голосования вероятно там были какие-то нарушения я так сказать не готов давать юридическую правовую оценку этого но с точки зрения политической и технологической надо было держать ситуацию до дня голосования до ключевого дня голосования собственно который состоит с 5 января поэтому сегодня там трамп джорджи поэтому сейчас вот разыгрывается это так сказать история со звонком трампа госсекретари у джорджии давлению по поводу так сказать голосов то есть сейчас эпицентр политической борьбы сместился в джорджи да вероятнее всего мы знаем позицию 11 республиканских сенаторов сенаторов республиканцев которые заявили о том что подадут в письменной форме оспорят подведение итогов голосования и голоса выборщиков по нескольким штатам да вероятнее всего это будет мичиган также джорджи возможно пенсильвания да но учитывая что демократов большинство в нижней палате они контролируют если я не ошибаюсь 222 кресла вот и значительная часть сенаторов республиканцев в том числе глава сенатского большинства республиканского признали победу трампа то есть вот чудо от голосования 6 числа я не ожидаю там будки процедурные моменты но интригу нужно было сохранять в общем-то до 5 января теперь что касается будущего трампа знаете если бы история не терпит конечно сослагательного наклонения но если бы не случилась пандемия то в общем-то трамп в отличной форме подходил к выбору но произошедшая с экономикой и обществом соединенных штатов ситуация вследствие пандемии вот она конечно где-то уже к лету по большому счету стало ясно что шансы трампа минимальный отрыв был если не ошибаюсь в августе порядка 12 14 процентов показывали демократические так сказать сми опросы да и где-то порядка восьми показывали так сказать нейтрально то есть средневзвешенная цифра была 10 процентов отставания и в общем это практически уникальный случай был по моему 88 году когда жоржу бушу старшему удалось так сказать победить демократа который лидировал приблизительно с таким же отрывом за 3-4 месяца до дня голосования да поэтому шансы трампа были минимальный результат понимаете результат тоже в достаточной степени закономерен но вот эта политическая борьба она конечно показала во первых трампа борца бойца поэтому собственно на это реагирует общество которое признает его заслуги а что касается будущего ну скорее всего в республиканская партия будет искать нового лидера и с точки зрения так сказать возрастных перспектив и по другим причинам вот мне кажется что республиканцев как и демократов они сейчас входят в период обновления внутри партийного это будет достаточно серьезно ну насчет возрастных критериев штатах все очень так мягко скажем так если там нэнси пелоси уже за 80 лет избрана фактически вновь спикером нижней палаты конгресса то я думаю возрастные ограничения не так важно но другое дело таксичность вот ну вы понимаете да скорее всего мне кажется что республиканцы вынуждены искать новую кандидатуру которая предложит америке новую повестку байдена сильная программа в принципе если говорить о как бы возвращаясь назад то ну понятно в общем то вот этот отрыв 7 миллионов голосов да который большой между трампом и байденом и объяснить его только о фальсификации я бы не стал ну то есть нарушениями какими-то да вот программа байден она социально направленная была там очень много действительно важных для скажем так рядового американца и для скажем среднего американского класса очень много было важных посылов на это посыл по поводу социальной справедливости да это пересмотр налоговой политики трампа особенно для деклассированных совершенно верно конечно которых очень очень много на самом деле да вот и стало еще больше да и будет еще больше да там интересно же что заявил байден в качестве своих приоритетов да это пересмотр антииммиграционного законодательства и указов которые попринимал трамп и как сам байден собственно говорил в во многих интервью после победы на выборах значит это позволит натурализоваться если я не ошибаюсь порядка 11 миллионов новых граждан соединенных штатов америки во многом это электорат демократов опять же да вот соответственно у байдена была сильная программа которая мотивировала идти голосовать да пересмотр минимальной заработной платы повышение вдвое 7 25 до 15 долларов пересмотр налоговой политики изменение внешней политики на самом деле как сказать совершенно неожиданность тоже нельзя на самом деле вот другое дело что действительно республиканцы они продолжают борьбу для чего для того чтобы собственно показать проблемы с легитимностью если в общем то они будут поддерживать эту повестку это конечно будет требовать больше усилий от нового президента для того чтобы проводить свои законодательные акты через конгресс через сенат вот и это потребует постоянно искать компромисс святослав а вот такой вопрос мы же понимаем что с уходом трампа социальные проблемы никуда не уйдут и вряд ли программа байдена как вы сказали в отдельных аспектах действительно очень привлекательная для низов американского общества сможет эти проблемы решить то есть пообещать одно дело выполнить совершенно другое между тем сами демократы разбудили фактически монстра в виде блм щиков в виде всевозможных анархистов и тех самых деклассированных элементов которые привыкли что можно безнаказанно громить грабить устраивать всяческого рода переполох и не получится ли так что ну годика через полтора когда они разочаруются в байдене начнут делать то же самое но уже не против злых республиканцев белых супрематистов а против таких казалось бы лояльных демократов конечно противоречия которые вот в американском обществе сейчас существуют они имеют не только там условно раз в первую очередь социально классовая природа у белых англосаксонских протестантов у васпов у них была возможность накопления капитала личного то же время учитывая вот эти вот все ситуацию сегрегации и так далее у многих афроамериканцев латиноамериканцев этого капитала в распоряжении нет и поэтому есть очень большой социальный перекос ну конечно там часть лимфинизированная есть и условно говоря белых американцев да вот но тем не менее значит соответственно решение социально-классовых проблем и противоречия ну возможно через изменение функции государства чем говорил трамп о том что у нас грядет тут социалистическая революция коммунисты рвутся к власти отчасти это является ожиданием вот наиболее радикализированной части протестующих да которые требуют что государствление медицины да байден предлагает частичное решение проблемы в части медицины это расширение количества тех кто получит государственную страховку вот возможно повышение минимальной зарплаты но что требует радикальная часть левого движения это государственная медицина государственное образование государственные социальные гарантии этого это вот вот этих гарантий им просто никто не может дать ни байден соответственно не республиканцы и так далее поэтому конечно эти противоречия могут нарастать давайте про таймируем да вот вы сказали два года вот давайте протаймируем значит что мы с чем сейчас так сказать начинается каденция президента но президента сша начинается очень тяжелых условиях да значит экономический кризис огромный дефицит бюджета огромный кончили с дефицитом бюджета больше трех триллионов долларов финансовый год 2020 завершён и уже по-моему за два месяца за октябрь и ноябрь уже больше 400 миллиардов дефицит бюджета вот соответственно нужны новые программы стимулов вот сейчас принято вроде бы да проголосовано возможно она будет сейчас расширена и самый главный вопрос вернее самый главный ответ вот на ваш вопрос насколько американская экономика сможет выйти на устойчивую траекторию роста вследствие вот этих стимулов стимулов хватит на полгода может быть на 9 месяцев надо посмотреть осенью следующего года что будет с американской экономикой части динамики рабочих мест в части заработной платы части кредитов не обслуживание кредитов да цена недвижимость стоимости аренды вот совокупность этих факторов покажет нам что будет там условно говоря весной 2022 года и начнутся ли вот этот вот новый цикл социальных протестов может запуститься знаете как говорил саймон кузнец абсолютно верно да прилив поднимает все лодки это действительно так то есть если американская экономика получит импульс я сомневаюсь но если она получит импульс в результате вот этих стимулов да и выйдет на какую-то траекторию устойчивого роста тогда конечно вот эти социальные протесты они будут немножко подавлены вот тем более будет скорее всего администрация байдена будет принимать нормативные документы ну с так называемой как сказать позитивной дискриминацией да который будет включать в руководство компании там создавать условия для включения вот как раз не белого меньшинства да представители белого меньшинства в разные руководящие органы компаний государственных организаций вот то есть соответственно это тоже может помогать то есть вот развитие экономики и условно говоря некая позитивная дискриминация введение то есть социализация этих представителей этих меньшинств ну позволит несколько придушить эти протесты насколько ну посмотрим что действительно посмотрим я благодарю вас за беседу в гостях у международной панорамы был святослав денисенко директор института политических исследований новая украина новости коронавирусных ограничений около 1200 штрафов выписала французская полиция участникам незаконной новогодней вечеринки в городке льерон регион британь на которой собрались более двух с половиной тысяч человек примечательно что население льерона семьсот пятьдесят девять человек а штат местной полиции несколько десятков сотрудников приехав на вызов местные правоохранители не смогли разогнать собравшихся вместо этого отдыхающие многие из которых пребывали в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сами прогнали стражей порядка правда спустя некоторое время прибыло подкрепление участников мероприятия нарушающего коронавирусное ограничение все же удалось разогнать и оштрафовать любопытно что 400 из примерно 1200 штрафов были выписаны не за нарушение карантина а за хранение и употребление наркотических веществ вот такое оно запретное французское веселье на этой неделе в сми появилась любопытная информация о том какой будет внешняя политика украины в наступившем 2021 году о приоритетах в этой сфере своей колонке для издания зеркала недели написал заместитель руководителя офиса президента и советник владимира зеленского по дипломатическим вопросам игорь жовква помимо стандартных формулировок о том что в текущем году украина будет неуклонно следовать в русле курса на взаимодействие с ес и нато а также довольно общих фраз о взаимоотношениях с западными соседями статье игоря жовква обращает на себя внимание довольно подробное как для украинской внешней политики упоминание азиатского направления наиболее предметно и уверенно советник президента пишет о намерении развивать отношения с турцией цитата особое значение имеет усиление стратегического партнерства украины с турцией нашим важным партнером в черноморском регионе планируем проведение очередного стратегического совета высокого уровня между украиной и турцией при сопредседательстве двух президентов уже в начале 2021 года турецкое направление в украинской внешней политике заиграла новыми красками в 2020 году после визита владимира зеленского в эту страну в октябре месяца на украинских политиков и военных произвело огромное впечатление вмешательства анкары в конфликт в нагорном карабахе и успешное применение турецких беспилотников на этом театре военных действий в этой связи киев решил укреплять отношения с турцией как военно-промышленной так и в политической сфере по сути мы возвращаемся к классической для периода запорожского казачества игре на три направления тогда напомню украинские политики пытались использовать попеременно то польшу то турцию то россию против своих внешних то есть все тех же польши турции россии и внутренних оппонентов для повышения собственной политической капитализации всевозможные гетманы стремились заручиться поддержкой одной из трех вышеперечисленных сторон похоже в наше время украинские власти подсознательно воспроизводят эту схему правда на сей раз вместо речи посполитой евросоюз в последние годы явно охладевший к поддержке молодой европейской демократии вот и ищут у зеленского поддержки у турции которая в последнее время не брезгуют вторгаться в традиционную российскую сферу влияния само по себе экономическое взаимодействие с турцией это неплохо только вот кабальное соглашение о зоне свободной торговли в ущерб украинским товаропроизводителям подписывать явно не стоит еще один интересный момент в статье жовквы упоминание намерения организовать серию визитов владимира зеленского в страны восточной и юго-восточной азии цитата работаем над организацией азиатского турне президента украины во втором полугодии 2021 года есть немало экономических интересов в корее вьетнаме тайланде сингапуре это и будут основные направления указанного турне если упомянутые визиты не будут визитами вежливости а принесут хоть какие-то контракты об экономическом взаимодействии то такую активизацию на азиатском направлении можно только похвалить в конце концов украине давно пора диверсифицировать свою внешнюю политику отходя от концепции европоцентричности однако я пока ума не привожу что мы можем поставлять например в сингапур или в южную корею в былые времена можно было бы сказать что с последней возможно некое технологическое сотрудничество но сегодня когда украинская высокотехнологическая промышленность близка к краху предполагать такого не приходится в общем посмотрим во что выльются эти планы азиатского турне упомянут в публикации жовквы и китай правда едва ли не в самом конце где-то перед индии о которой написано всего пару строк о нем говорится следующее цитата в отношениях с китаем ключевой задачей является развитие взаимовыгодного торгово экономического сотрудничества прежде всего дальнейшее наращивание объемов экспорта украинской продукции в это государство расширение номенклатуры экспортируемых товаров укрепление позиций на китайском рынке украинских производителей сельскохозяйственной продукции актуальной задачей будет оставаться привлечение китайской стороны к реализации отдельных инфраструктурных проектов украине здесь обращает на себя внимание два момента во-первых наращивание экспорта это конечно хорошо но что мы можем экспортировать в китай кроме сельхозпродукции собственно именно поэтому жовква и упоминает только ее в качестве основной статьи экспорта такое взаимодействие с китаем быстрого экономического роста нам не обеспечит во вторых инфраструктурные проекты с китаем это именно то что сейчас нужно украине как и совместные технологические проекты например китайцам можно было бы предложить размещать свои заводы электроники даже отверточной сборки у нас так как здесь короткое плечо подвоза до европы и дешевая рабочая сила но вряд ли подобные предложения как инфраструктурные проекты с украиной заинтересуют китайцев после того как наши власти кинули их с мотор сичью а украинский мид демонстративно отказался от аппаратуры huawei для 5g иными словами чрезмерная внешнеполитическая ориентация на сша и технологическая отсталость мешают украине реализовать потенциал отношений с китаем подробнее об азиатском направлении во внешней политике украины поговорим с политологом международником сергеем толстовым здравствуйте добрый день приветствую конечно же все мы читали статью игоря жовквы советника президента по вопросам дипломатии внешней политики и вот внимание мое привлекло то что он описал среди прочих также и азиатское направление в украинской внешней политике которому у нас ну в последние годы не уделялось практически никакого внимания но почти полностью игнорировалась а кое-где наблюдались даже и откровенные провалы ну а давайте начнем как там по порядку было в статье с турции понятно что в прошлом году был визит владимира зеленского в турцию был подписан ряд контрактов и мы все знаем что на украинских чиновников высшее руководство произвело большое впечатление то как турция вмешалась в конфликт в нагорном карабахе фактически зайдя в сферу влияния россии очевидно в турции наши политики видят какую-то возможность своей поддержки в том числе по вопросу донбасса по вопросу крыма ну и так далее и возможность военно-промышленной кооперации скажите насколько оправданы эти ожидания стоит ли нам действительно ожидать от сотрудничества с турцией чего-то плодотворного или же это будет неравноправное сотрудничество с таким же кабальным соглашением о зоне свободной торговли как у нас есть евросоюзом ну и так далее турция ну возможно это выгодный партнер в узко определенных направлениях конечно не во всем конечно это не союзник украины союзников нет и быть не может напрашивается вопрос а в чем интерес турции во взаимодействии с украиной что хотят получить от нас турки турция стремится восстановить свою сферу влияния во всем пространстве османской империи но если вспомнить что турец войска воевали под хатином и вены вот крымский хан как вассал турецкого султана так сказать грабил и разорял всю южную украину вплоть до южной южной киевщины что теперь черкасская область то интерес здесь есть конечно но интерес связанный с крымом и с крымскими татарами из достаточно аккуратной но в то же время наступательной политикой в отношении как южного кавказа вот в отношении российских исламских республик по волжье например так что здесь есть достаточно много и точек соприкосновения и точек угрозы опасности но настоящее время наиболее эффективным направлением взаимодействия является конечно военно-техническое сотрудничество потому что турция это единственная страна у которых с которой украина имеет полный набор соглашений о военном и военно-техническом сотрудничестве в том вплоть до рамочных соглашений обусловливающих совместное производство но насчет пока насчет совместного производства сложно вроде как согласовано несколько контрактов том числе насчет производства беспилотников ударных беспилотников байрактар и на территории украины но пока что это закупки турецкого турецкой военной техники и продажа украинских двигателей пока пока ситуация выглядит таким образом ну конечно в этих в этих изделиях военного назначения основную роль конечно ну кроме двигателя и железа играет программное обеспечение ракеты и управляемой бомбы которые как раз производят турция ну что касается азии то тут конечно драйвером является несомненным китай но плюс к этому есть и другие государства были конкретные вопросы что мы можем поставлять в китай там жовку описал только о сельхозпродукции и о том что якобы нужно наращивать поставки но честно говоря у меня возникают большие сомнения что мы можем в китай поставить что-то технологичное то есть который центр мирового производства в том числе и всевозможной технологической продукции ну по китаю китай вообще был декларирован при президенте януковича как стратегический партнер украины причем было подписано несколько документов была декларация стратегического партнерства вот харти развитие стратегического партнерства то есть был целый ряд документов плюс был подписан предварительный пакет документов на различные проекты стоимостью более около 30 миллиардов долларов правда все это сникло на сегодняшний день даже на насколько мне известно не было проведено полной ревизии того какие из этих проектов могут еще оставаться интересными какие так сказать нет ну китай стратегии национальной безопасности в последней редакции не назван в качестве стратегического партнера украины правда на последнем заседании межправительственной комиссии по сотрудничеству с китаем декабре этого года а некая ольга стефанишина которая является представителем украины в этой комиссии не знаю правда насколько у нее хватает экономического образования и понимания вот но тем не менее она представляет украину в этой комиссии и она как раз говорила о развитии стратегического партнерства с китаем правда непонятно как это увязывается с другими доктринальными вообще документами и базой отношений но как это увязывается с казусом мотор сичи с казусом huawei от продукции которого отказался мид под давлением сша на сегодняшний день китай это первый по объему торговый партнер украины но украинский экспорт в китай по сравнению с 2019 годом в общем-то существенно вырастет в этом году правда окончательных данных еще нет но если за прошлый год объем украинского экспорта оценивался где-то около четырех миллиардов долларов то на сегодняшний день то в этом году он может составить около восьми правда а какие статьи там в основном сельскохозяйственной и сырьевой ну правда китай интересовал интересовали в украине в общем на по целый ряд технологий в сфере двигатель двигателей различных авиа авиа строения турбина строения но тем не менее как раз это на эти эти направления блокируются соединенными штатами но и в данном случае чрезвычайно сложно предположить что киев сможет разработать такую линию поведения в отношениях с соединенными штатами которая бы позволяла достаточно автономно развивать отношения с китаем суммарный товарооборот составляет нам порядка 16 миллиардов долларов что для украины чрезвычайно важно если учесть то общий объем нижней торговли составляет около пятидесяти в завершение важный вопрос стоит ли украине на фоне всего этого ожидать китайских инвестиций если можно кратко вот ну на сегодняшний китай весьма сложная с точки зрения национальной модели переговоров и ментальности страна если вы поднялись с китаем на шестую самую верхнюю позицию это визит государственных лидеров вот и не удерживаете эту позицию то то вы падаете на более низшие ступени на сегодняшний день кидая украина наверное находится на второй ступеньке поскольку удалось провести заседание комиссии подготовлен якобы по 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 версии украинской стороны подготовлен проект соглашения об участии украины в об участии китая в развитии инфраструктурных проектах что в принципе предполагает возможность инвестиций естественно китай не будет вкладывать страну которая не соблюдает свои договорные обязательства украина уже нарушила договорные обязательства по государственной зерновой компании с китайским кредитом в 3 миллиарда долларов но тогда пекин простил украине эти прегрешения в обмен на без обязательства растянуть поставки и обеспечить их в течение более долгого времени затем последовал последовало вот этот кидок иначе не скажешь связанный с покупкой акции мотор сичей при том что вроде как бы и украинскому государству предлагался определенный определенная доля в этой компании и для того чтобы обеспечить украинское участие туда вошла компания ярославского которая стала национальным инвестором но тем не менее соединенные штаты заблокировали это хотя я не могу понять каким образом это может предотвратить поставку соответствующих производственных технологий в китае думаю что это все-таки в настоящее время это уже больше борьба за торговую марку чем за практическое использование производственных технологий но что касается войны против хойвей то в данном случае конечно украине можно было бы попытаться занять нейтралитет поскольку все же несмотря ни на что американская поддержка украина в сфере военно-технической она явно недостаточно то есть если говорить по простому сколько бы лет подряд американский американский бюджет не предполагал поставки военно-технической продукции на 250 миллионов долларов обеспечить современная современный уровень обороноспособности украины эта помощь не сможет поэтому нужно либо ставить вопрос о несколько иных отношениях соединенными штатами но в то же время оговаривая в чем мы можем сотрудничать с китаем чтобы важно тонн не дергал зеленского так сказать за за шкирки и не ставил у его в неудобное положение но опять же таки китай продолжает все-таки в отношении украины достаточно мягкую политику и включая вот скажем поставку вакцины синавак биотек правда украина закупает почему-то миллион 700 тысяч доз а турция закупает 50 миллионов в гостях у международной панорамы был политолог международник сергей толстов незадолго до подтверждения итогов американских выборов в конгрессе стало известно что в курсе вашингтона на поддержку константинопольского патриарха варфоломея углубляющего раскол в мировом православии с приходом администрации байдена ничего не изменится 2 января избранный президент соединенных штатов направил варфоломею письмо в котором поблагодарил за поздравления с победой на выборах и выразил надежду на будущее сотрудничество далее цитата для меня большая честь быть избранным следующим президентом соединенных штатов и я понимаю сколько работы предстоит нам впереди избранный вице-президент харрис и я вступим в должность во время серьезных глобальных проблем от коронавируса до изменения климата которые выходят за рамки границ и требуют международного сотрудничества надеемся на сотрудничество с вами в это трудное время еще раз спасибо ваше святейшество я с нетерпением жду будущего диалога конечно документ этот во многом формальный но то что константинопольский патриархат яра поддерживал байдена и его партию на минувших выборах в сша красноречиво свидетельствует о том что в американских демократах на фонаре видят своих союзников и покровителей напомним ранее глава американской архиепископии константинопольского патриархата у педофор вам бринядис принимал активное участие в акциях бвм устраивавшего погромы для дискредитации дональда трампа кроме того опубликованный в марте прошлого года документ константинопольского патриархата под названием за жизнь мира на пути к социальному это су православной церкви имеет достаточно выраженный лево-либеральный и глобалистский уклон что также вполне согласуется с программой американских демократов ну и наконец байдена и его будущую администрацию принято считать гораздо более экспансионистскими чем трампа и в отличие от последнего главным противником на международной арене они видят не китай а россию внесение раскола и смятения в православный мир которым в последние годы активно занимается константинопольский патриарх варфоломей представляется американским демократом эффективным противодействием россии то что при этом в разных странах нарушаются права верующих и церковные каноны разумеется мало кого волнует в сша одним из мест где константинопольский патриархат пытается наращивать свое влияние является украина в в этой связи примечательно что в 2021 году варфоломей посетит украину по случаю дня ее независимости об этом он сообщил в своем поздравлении так называемому предстоятелю пцио епифанию думенко по случаю годовщины его избрания главой этой раскольнической конфессии вероятно почуяв поддержку из стамбула и вашингтона епифаний тут же разродился публикации на фейсбуке в которой призвал передать его структуре киево-печерскую и почаевскую лавры ныне относящиеся к канонической украинской православной церкви стоит ли говорить что подобные провокационные заявления епифания вместе с будущим визитом в арфоломея и его вероятной поддержкой силами госдепа сша чреваты серьезными провокациями и ухудшением межконфессиональных отношений в украине вот например что недавно заявил предстоятель украинской православной церкви блаженнейший митрополит киевский и всея украины ануфрий цитата также нас беспокоит то что в украину собирается приехать патриарх константинопольский варфоломей если это произойдет то нам следует ожидать обострение и без того тяжелой ситуации с украинскими раскольниками возможно новая волна провокаций захватов храмов информационного давления и очередных попыток дискредитации украинской православной церкви потому что патриарх варфоломей приедет не для того чтобы что-то дать украине а для того чтобы что-то взять с украины взять с украины варфоломей собирается ни много ни мало более десяти стовропегиальных храмов и монастырей переданных в непосредственное управление фонара прошлой украинской властью пиарившийся на теме томаса об автокефалии пцу однако сомнительно что на этом аппетит самозванного православного папы иссякнет скорее всего варфоломей и его подопечные из числа украинских раскольников не применут воспользоваться покровительством американской стороны и попытаются надавить через нее на украинскую власть с целью отказа последней от сбалансированной политики в сфере межконфессиональных отношений в пользу однозначной и государственной поддержки пцу и фонара на этом наша передача подошла к концу с вами была международная панорама и я даниил богатырев до новых встреч на канале к рт есть Продолжение следует...